Проведение этой конференции, отличная конференция, мне очень понравилась. Я хочу представить свои случаи и в диагностике, и в лечении препаратов. Меланомы пациента на фоне пигментного образования, ну да, на фоне пигментного невос, который уже вспомнился в течение длительного времени, в мае месяце он потравмировал, носил тесную обувь, появилась кровоточивость, но обратился он к нам осенью, это в октябре. Цитологический меланома, и выполняем широкое иссечение с пластикой, свободным кожным лоскутом. На тот период времени метастазов в паховой лимфоузлы не было, операция дикена не выполнялась. Операция дикена выполнена уже в мае месяца, когда появились лимфатические узлы, и в ближайшее время, где-то через месяц, генетализация процесса. Молниеносное течение. По данным КТ, УЗИ, множественные метастазы в забреженном пространстве, в селезенке, ЛДГ зашкаливает, больше тысячи, и погиб он, к сожалению, от разрыва селезенки. Метастаз в селезенке еще был, такое быстрое течение, молниеносное течение. Это вот после пластики, свободным кожным лоскутом. Еще больной, но... Такие картинки показывали, как в учебниках 30-х годов, но, к сожалению, это вот 14-й год, появляются такие пациенты. Молодой мужчина, 37 лет. К сожалению, и метастазы в лимфатические узлы с обеих сторон с палеоативной целью были выполнены истечения. К сожалению, здесь тоже прогноз неблагоприятный. Беспигментная меланома в 98-м году выполнена из сечения и при дальнейшем обследовании выявлены метастазы в подмышечные лимфоузлы и с двух сторон в подмышечной лимфоденектомии. Это снимает человек в 11-м году, и эта пациентка жива, здравствует. Хотя, по прогнозам, третья стадия могла быть гораздо хуже без химиотерапии, без всего. К сожалению, это тоже такие картинки, что палеоативную терапию только с санитарной целью пришлось выполнить операцию. Здесь после травмы во время стрижки выросла опухоль, экстерпация ушной раковины, через три года метастазирование процесса, то есть подмышечные лимфатические узлы и больная, к сожалению, быстро наступает генерализация процесса. У этой женщины меланома, резекция ушной раковины, через пять лет метастазы в головной нос быстро побегают. Здесь уровень инвазии был совсем небольшой, по Кларку третий уровень инвазии. А эта пациентка наблюдается у терапевтов, у кардиологов, и никто не замечает это образование, то есть никто не говорит из терапевтов. Она в 2011 году приводит внука на лечение, детский хирург, говорит, внука я вам вылечу, а вы должны сходить к онкологу. Это было в 2011 году, она появилась только в 2014 году, и, естественно, сразу же была направлена к нам в онкодиспансер и уже едно лечение. Пока эта пациентка, все с ней благополучно, жива, прооперирована. Беспигментная. Там, по-моему, Т4Б получилось, Н0. Беспигментный вариант меланомы, но здесь цистологически было воспаление, поэтому и операция была в минимальном объеме выполнена с пластикой, свободным кожным мозгом, закрыли этот дефект. А что, гистология была? Гистология, третий уровень инвазии. Вот здесь, на пальце, да? Да-да-да, на пальце. Беспигментная форма меланома. Но здесь явная меланома, ампутация пальчика, метастаз в подмышечный лимфоузел, подмышечная лимфоденоктомия, но через три года она погибает от сердечно-сосудистой патологии. То есть, в плане меланомы прогрессирования не было. К сожалению, эта женщина наблюдалась у дерматолога больше, чем трех лет и к нам попала в диспансер после того, когда уже контактная кровоточивость уже шесть месяцев была назад. При дерматоскопии здесь явные признаки меланомы, ампутация пальчика, Т4, Б0, моль. Женщина жива, все нормально. Эта пациентка обратилась по поводу дискомфорта в эпигастрии, стали обследовать, нашли узел в молочной железе, отправили к мамологу, мамолог делает мамографию и находит узел в плохой области. и цитологические ампутации нет. Вообще интересно, в моле вы эпигастрии? Ну вот, обратилась, обратилась, началось все, как она попала к медицинским обработникам, то есть например, что смотрят доктора, что поли, посмотрим, туда и пошлем. Мы послали, то есть терапевт нашел узел добросовестно осмотрел все, как положено, онколог все, как положено, посмотрел и нашел узел еще в паховой области, помимо молочной железе, цитологический и в молочной железе и в паховом лимфоузле идентичная цитологическая картина злокачественного образования. Вроде бы рак молочной железы в паховые лимфоузлы я не видел в своей практике, что были метастазы. Тем не менее, мы ее госпитализируем в отделении общей онкологии, смотрим дальше, на пятке, а это что? А это это узел. Это так, сейчас. Это это трещина, которая три года не заживает, я никак залечить ее не могу, она никак не вовращалась. Цитологический меланома все стало все, да, все стало на свои места, что это меланома, первичный очаг, метастаз в паховые лимфоузлы и в молочную железу. К сожалению, оперируем операцию Дюкена, это метастаз, квадрант эктомия, там больше, чем полмолочной железы ушло, но все равно быстро наступило прогрессирование, заболевание, она погибла. Это пациент, доктор обратился после того, когда контактная кровоточивость. появилась. Выполняем широкое иссечение и при контрольном УЗИ-исследовании подозрении на метастазы в лимфатические узлы выполняем лимфоденоктомию, там метастазов не было, пока наблюдаем, все с этим пациентом благополучно. Ну и картинки дерматоскопические внешние. Здесь это вчерашний снимочек, это тоже, в общем-то, можно пропустить. Еще из моментов диагностики это такие чернильные пятна коллекции. А на примере вот привести пример доброкачественное образование пограничный интердермальный нелоз и меланома. Эти же чернильные пятна, но они уже разбросаны. Здесь в одном месте занимают небольшую площадь. Пациентка 20 лет обратилась с профосмотра образования на коже. Вопрос к залу. Что будем делать и какая тактика? Как вы считаете? Заму удаляем. Удаляем. Не надо? Где располагается образование-то? На спине поясничная область. Травмируется? Да. Удалять все? Даже вопросов нет. Удалено доброкачественное образование. Совершенно верно. Я не к тому, Михаил Леонидович. Дело в том, что если пигментное образование травмируется, надо ее удалять. Это однозначно. Однозначно иссечение. Иссечение в пределах здоровых тканей. Я, по-моему, сантиметры отступил. Да, совершенно верно. Тут не надо отступать по 3-4 сантиметра. Тут не надо. И доброкачественное образование. Вторая пациентка. Следующее. Образование на поясничной области. Также в области поясницы отмечает появление зуда. Незначительное увеличение в размерах. Здесь у меня уже написано гистология. Какая? Но было удалено в пределах здоровых. Но здесь признаков меланомы при дерматоскопии не обнаружено. Не обнаружено. Образование, опять же, на спине более года отмечает изменение цвета. То есть, единственный симптом, который, может быть, говорит за меланому, а при дерматоскопии здесь больше похожа типичная сеть. Здесь удалено в пределах также сантиметр было отступлено. Удалено гистологически меланомы. Вот здесь можно подумать на меланому, но если присмотреться при дерматоскопии, мы видим комедоноподобные структуры, которые характерны для кератома и покрытокорчика, здесь и хронические меланокантомы с воспалением. Нет, может быть, вот здесь имеете белоголубую вуаль, может быть, но гистологические меланокантомы с хроническим воспалением. цвет пигментного образования зависит от глубины проникновения вглубь кожи. То есть, если более поверхностные слои, значит, она более черного цвета. То есть, если глубокие залегания меланок, то это будет голубой цвет или коричневый. гистологи такой диагноз поставили. Здесь, понятно, это доброкачественное образование, видно и рост волос, и равномерное окрашивание, практически один цвет глобала. Но здесь тоже понятно, это доброкачественное образование обычно. Но эти образования были удалены, все-таки они располагались в тех местах, где часто травмируются. Опять же, на грудной стенке часто одежда травмировалась, поэтому удалено это образование. Вот на предыдущей, вот верните, на предыдущей, сниму, вот на предыдущей, еще раз, еще перед этим. А вот то, что вот там черные, черные, вот это? Да, черные, ну это вот можно, вот это имеете в виду. Ну вот здесь чернильное пятно, но оно не расплывчатое, оно более имеет и границы четкие. Вот здесь четкие границы кожи. Здесь, здесь, да, здесь. Ну, здесь, если, вот здесь при дерматоскопии и рост волос имеем, да, то есть и более-менее равномерное распределение вот этих глобул, они расположены, а вот это вот, это пигментация, ну здесь, да, это возвышается над уровнем хуже, а это более поверхностное немножко. А что там, нет, 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 верхний, левый, что смущает? Меня ничего не смущает. Не, 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 я не вас, Михаилович, я спрашиваю. Жень, что смущает-то? Не смущает границы, вы понимаете, это само... Это сосочковый пигмент. Имеется вот здесь? Да, вот эти вот границы, они вот... Это нормальные границы. Мне бы тоже смущило, я сомневаюсь. Нет, нет, сладко. Здесь и пигментация равномерная. Может быть, есть один из признаков, как границы? Здесь у меня сомнения о меланоме, что здесь не меланоме, доброкачественное образование. Ну удаляйте. Ну, вот, удаляйте. Здесь вот точки и глобулы распределены равномерно, и они сами имеют равномерный характер. Ну, то есть интрадермальный неоз. Вот здесь образование, да, то есть 67 лет, пятно много лет, замечает изменения, появление папилломатозных разрастаний. Вот оно, папилломатозное разрастание. Вот, но это дерматоскопическая картина, и вот, что будем делать, что видим, что будем делать. Один миллиметр и покларку три. Очаговая лимфоидная инфидерация. Была источена в пределах здоровых с отступом и с захватом вот этих пигментных пятен тоже захватили. А сам размер образования какого было? Здесь, по-моему, до сантиметра. Небольшая? Нет. Ну, видите, вот тоже, говорите, там, до 5-6 миллиметров это можно наблюдать. Здесь, конечно, скажите, до сантиметра, конечно, надо удалять. Ну, обычно я как? Если образование интенсивной коричневой окраски размерами больше одного сантиметра находится в местах травмирования одежды или на открытых участках, конечно, лучше это убрать и забыть с гистологическими свидетелями. Здесь в данном конкретном случае какие вопросы? Никаких. Здесь удаление. Нет, это меланома. Меланома, явно, и предервотоскопия меланома. То есть мы все видим и белоголубую вуаль, и вот здесь неоднородности имеются. И удаляется вместе вот с этими пигментными образованиями? Да, да, да. Да, да. Что-то поле более одного сантиметра влечительно. Да. Вот данное образование, да, то есть возвышается над уровнем кожи, чуть-чуть узловая форма. Вот здесь вот, вот тут вот и пигментация, да, то есть здесь еще вот тут вот белоголубая вуаль, изменения вот здесь вот неравномерные. Меланомы и истекаем. 4 миллиметра гистологически подтверждает. Ну, здесь узловая форма. Ну, а здесь понятно и без дермотоскопии, что имеется меланома 2,3 миллиметра. Так вот она мне попала. Вот это вот образование тоже дермотоскопически видно уже изменения и диагноз а это не дермотоскопия. визуально просто увеличение немножко побольше. То есть ну, здесь явно меланома можно поставить и неоднородности и пакаломатозный. А исходная равномерная пигментация? Исходная я не знаю, но я увидел только вот в таком виде. То есть это не дегрессия? Это дегрессия же. Вот пациент но здесь тоже можно сказать, что сразу и клинически и невооруженным глазом и при дермотоскопии мы видим лучистость, белоголубую валь, даже на этом на краешке изменения, то есть сразу же сразу же и 1,3 миллиметра третий уровень по кларку. Данное образование более 30 лет и за последний год отмечает рост уже появляются папилломатозные изменения и при дермотоскопии мы видим изменения то есть пусковый волос тоже в общем-то есть здесь вот папилломатозное разрастание атипичная сеть можно сказать здесь и элементы ну тут бело-голубой вуалит ну вот здесь вот можно вот здесь вот в этом месте меланома убрали прокрировали меланом с пластикой да местными тканями местными стенами местными стенами а там еще с шеей там еще чуть-чуть комбиниров с перемещенным лоском там получилось перемещенным лоскутом получилось закрыть дефект здесь то есть здесь изменения то есть как бы изъеденная эмолью симптомчик да то есть и вот тут и бело-голубая вуаль тут вот в центре тут вот есть можно составить и по краям тоже а вот посчитайте да то есть и белые больше вот и получилась поверхностная меланома первый уровень инвазии толщина 0,1 миллиметр со слабой лимфоидной инфитрацией без метозов да 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 это это 13-й год недавно лопаточная область написано эта пациентка обратилась заметила изменения цвета и чуть-чуть стало пошире пошире дерматоскопически да то есть то что мы видим невооруженным глазом да то есть изменения и здесь изменения и вот эти вот точечки заставило меня подумать что здесь имеется меланома и здесь это верхняя треть а не право не бедро а да бедро бедро нижняя треть бедра широкое иссечение отступил полтора сантиметра вот у пациента два пигментных образования одно на грудной стенке второе на брюшной стенке здесь под соском это первый очаг и невооруженным глазом и дерматоскопия ну понятно да то есть здесь такие образования надо и иссякать это больше сантиметра и первое и второе здесь гистологически как ваше мнение все таки меланома второе образование на брюшной стенке сверху выглядит хуже надо скамей да хуже выглядит чем нет ну вот смотреть вот здесь это первый очаг который был да то есть невооруженным глазом и здесь он немножко посветлее да то есть если вот присмотреть распределение тут более-менее равномерней вот эти вот чернильное пятно если его взять вот вот это да то есть оно не расплывается так не дает отростков да то есть здесь вот вроде ничего гистологически смешанный пигмент с очками пограничной активности а часто такое бывает у меня вот у нас один косметолог да ну что это убирает да ну все все оставляем смотрим банальный крем все нормально к сожалению не только косметологи но и консультация онколога тоже была пациент поступает в хирургическое отделение в урологическое мочекаменная болезнь уролог вызывает на консультацию онколога онколог пишет интродермальный невос а пациенту говорит хочешь убирай не хочешь не убирай один сантиметр и это был 2013 год в 2014 году он приходит онкологический ну не знаю не проверял она нельзя убирать ну онколог наверное наверное есть да то есть если в клинике приходит на на консультацию платно к дерматологу после того когда после травмирования уже контактная кровоточивость дерматолог говорит вот язвочка заживет я тогда сделаю криодеструкцию да то есть уже 15 год в мае месяце он по профосмотру проходит смотрит все специалисты снова дерматолог говорит ну у тебя ж язвочка не закрылась криодеструкции не могу сделать а к нам появляется уже опухоль 5 сантиметров возвышается над уровнем кожи там явное мелно без всяких даже никаких вопросов макроскопически смотрим дальше метастазы в паховом пахово-бедренный лимфоузел пальпирую подвздошные узлы и генологические метастазы в легке дерматолог сказал не надо но вот это вот образование то есть смотрим снова здесь тоже гистологи нам дали заключение меланоакантома но если присмотреться то есть здесь явных признаков я бы здесь сомневался что здесь меланома но тем не менее образование было иссечено и пресиоскопии было дано 9 баллов а 9 баллов это подозрение на меланому поэтому широкое иссечение было выполнено да то есть следующий следующий пример это буквально недавно я еще гистологии не знаю только на прошлой неделе было выполнено иссечение давайте посмотрим вот макроскопические я думаю что травмировало чекодай это не макроскопировало и буквально два-три дня формируют а вот посмотреть вот это вот повнимательнее вот этот участок а сиоскопия это есть? сиоскопия нет так вы просто по сиоскопии посмотрите они уже удалили а зачем сиоскопия смотрите здесь корочка можно взять цитологическое исследование цитологически эпителевоподобный вариант нейлонома на спине иссек два сантиметра от края опухоли а гистологическое будет вот я приеду то уже будет готово гистологическое заключение здесь узловая форма и еще образование пигментное образование и вот в данном случае что мы будем делать то есть за последние 6 месяцев она отмечает рост в ширину изменения окраски здесь на цитологию не возьмешь то есть корочки но тоже на прошлой неделе это вот 13 сентября был снимок сделан но я уже успел удалить в пределах здоровых тканей под местной анестезией нет гистологии еще нет снимок сделан 13 но я удалил не 13 а попозже 19 ну здесь на мой взгляд здесь меланом дадут меланомы вот белоголубая гуаль да 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 конечно 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 это входит в зону нет два сантиметра вот от края а здесь а здесь как раз листовидные формы разрез и он побольше там получается ну так вот он вверх как раз был был вот и извините Михаилович и дело в том что когда мериться не так вот так а мериться от всех сюда и от всех сюда это у нас грудная стенка естественно если мы сделаем вот так не стянем поэтому надо он туда и сюда и сюда и вот этот раз уходит это уйдет да да это это все и ушло это правое здесь правое подреберье здесь легко сопоставилось но все равно не надо и обязательно с гистологическими исследованиями у меня все а ну вот еще Михаил Иванович у меня вот один вопрос в самом это я говорю в самом начале когда вы говорили что там по-моему три случая подряд там с летальным исходом сравнивали аутопсийный материал с первичным очагом первичный очаг вот в самом начале в самом-самом начале да там где-то там где была и пятка там был летальный исход был с метастазами головной мозг легкий все проще сравнивали ли первичный очаг с метастазами да гистологически меланома не это не ответ не ответ там какая форма имеете ввиду нет-нет идентична ли меланома на пятке с меланомой в легкий головной мозг посмертно на пятке гистологически а образовании которые выявили обязательно обязательно было обязательно гистология обязательно была но я не помню я почему задал вопрос потому что вчера Евгений Наумович когда читал доклады он именно акцентировал этот вопрос что надо посмотреть потому что первичные множественные бывают Может быть и так. Я почему и спросил, потому что если идентичны гистологические строения меланомы на пятке, вот вы прошли это самое, и меланомы в головной мозг, легкие, да, совершенно верно. Идентично ли это с отдаленными метастазами? Не могу сказать. Спасибо. А вот там, где с пальцем, на большом пальце, но мы сделали пластику, а почему не убирали его? А у меня цитологический, доброкачественное образование. А, поэтому нет? Да, то есть я поэтому пошел. Если бы получил меланому, ну здесь явная меланома. Большой палец, вот это. А, вот это? Нет, нет, следующий. Вот это? Вы сказали, что здесь пластиковые. Цитологические воспаления. Если бы дали цитологи меланому, естественно, я бы палец убрал. Пять лет она прожила, дальше пропала и не могу сказать. Вот если у вас были ли расхождения цитологические, давали меланому, а когда на гистологию ее не обнаружили, были ли такие случаи? Да, это сплошь и рядом. Бывали. В отношении химиотерапии иногда, вот из своего личного опыта, декорбозин бывает, работает. Такие пациенты были. Пациентка 4 месяца после родов, пигментное пятно, иссякаю широкое иссечение поясничной области, через полгода метастазы в подмышечные лимфоузлы, и лимфоденоктомия, и химиотерапия декорбозина. 250 миллиграмм, по-моему, там на килограмм проводили. Хороший эффект, я ее 15 лет наблюдала, потом она уехала в другой город, и связь больше я не наделала. Трудно сказать, это течение заболевания, либо все-таки химиотерапия. Хотя сейчас считается, после операционного назначения еще раз отделантной химиотерапии не имеет смысла никакого. Вопросы к Михаилу Львовичу? Есть вопросы? Нет, спасибо большое, Михаил Львович, за очень интересное представление, очень интересно и полезно, я думаю. Ну что, мы подходим к логическому концу. Есть ли вопросы у наших, да, у коллег, к докладчикам, или может быть кто-то хочет что-то нам сказать? Да, доктора. Ну тогда обращаемся к президиуму, Георгий Иванович, Ваше слово. Бажаемые коллеги, я считаю, что вот проведение таких конференций, семинаров, как хотите называйте, они очень полезны. Полезны для всех. Начиная от школьников, молодые коллеги не обижайтесь на меня за это слово, потому что вы вступаете в новую жизнь именно в онкологии. Поэтому я всех своих клинических ординаторов, аспиранторов называю школьниками. И более старшего поколения, в том числе и я туда же себя причисляю, очень полезно. Это очень полезное занятие. Я считаю, что, Светлана Анатольевна, нам надо взять за правила и провести раз в год обязательно. Но если хватит сил и возможностей два раза в год, это было бы прекрасно. Всем спасибо большое за интерес и за участие в нашем мероприятии. Спасибо. Стимулируется появлением новых препаратов. Поэтому здесь, в принципе, очень хорошо, что мы узнали много нового и увидели, что, безусловно, без хирургии здесь жить невозможно. Но ясно, что дальнейшее развитие консервативной терапии с участием иммунотерапии – это важный шаг в лечении меланомы, о чём нам на протяжении двух дней говорили практически все выступающие. И мне кажется, что действительно это очень полезное мероприятие. И я себя тем более могу приписать к ветеранам, Георгий Иванович, поэтому я с удовольствием слушал то, что мне до сегодняшнего дня было не очень хорошо известно. Большое спасибо всем, кто выступал. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые коллеги, я хочу тоже ещё раз вернуться. Помните первый слайд, который показал Алексей Викторович Новик? Меланома в категории заболеваний занимает второе место по выживаемости в Великобритании. За счёт чего? За счёт, конечно, раннего явления и адекватного хирургического лечения. А впереди ещё адекватное лекарственное лечение. То есть у нас ещё есть к чему стремиться. Мы ещё не достигли тех высот, которые мы можем достичь даже при диагностике и при правильном первичном лечении пациентов. Поэтому вот такие школы, как мы сегодня проводим на сегодняшний день, они, конечно, очень полезны. Я могу немножко открыть секрет. Мы же планировали эту школу для врачей Северо-Запада. Но поскольку откликнулись доктора из других регионов, конечно, мы очень вам благодарны, что вы тоже подхватили и приняли участие в нашей школе. И мы очень надеемся, что мы это будем продолжать. Может быть, с более узкой тематикой для хирургического направления, для диагностики, лекарственного лечения. Во всяком случае, всё это в наших руках. И я обращаюсь ещё раз, ваше внимание обращаю к тому, что создана ассоциация про меланома. Возглавляет её Лев Вадимович Демидов. Мы вот с Георгием Ивановичем и с Алексеем Викторовичем входим в правление этой ассоциации. Смысл ассоциации – это скоперировать специалистов, которые занимаются проблемой лечения меланомы. Как мы видим, проблем у нас очень много. У нас есть о чём поговорить и объединить свои знания. Поэтому давайте сосредоточим своё внимание на том, что мы сегодня, вчера о чём говорили, и будем дальше продолжать работать. Спасибо огромное всем, кто принял участие, кто организовывал. Спасибо большое фирмам за то, что нас поддержали. И всем успехов в лечении наших пациентов. И вам всем здоровья, в первую очередь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо.